Пластиковые бутылки, автомобильные покрышки, полусгнившие деревья и мешки с бытовым мусором. Берега малых рек в помойку превращают сами местные жители. Причем так усердно, что для оценки масштаба приходится собирать экспедиции. Сегодня в такую отправился репортер Татьяна Молкова. Три реки, Сугутка, Трусиха и Чебоксарка. В народе такие давно крестили словом, которое и в эфире не произнесешь. Когда-то полноводные неслись в сторону Волги. По берегам мельницы и манифактуры не то, что теперь. Кирилл Агалаков три года наблюдает за малыми реками в Чебоксарке. Говорит, что все серьезно замусорены. Мусор не всегда бытовой. То есть там есть и промышленный мусор, есть и отходы, допустим, автосервисов. То есть это и масло, может быть, машины, еще что-то в этом роде. То есть это у нас сбрасываются, получается, нечистоты. То есть в основном из дачных там, получается, участков, либо гаражных кооперативов тоже такое бывает. Через Сугутку есть разные мостики. Есть такие, где навалены старые автомобильные шины, переброшены старые гнилые деревья или вот такие бревна и даже постелены красной ковровой дорожкой. Такие вот переправы на самом деле похожи на кучу мусора. Сразу и не поймешь. Полено надо положить, чтобы оно... По наблюдениям, больше всего загрязнений там, где местные обустроили переправой, чтобы ноги не замочить. По факту грязь и зловонная жижа. Все самое неприглядно фотографируют активисты-экологи. Это не просто фотография. Здесь можно посмотреть, видно координату этой точки. И эта координата будет отображаться на карте. На этой карте будут отображаться все подобные антропогенные факты влияния на речку. И мы составим тем самым полную картину того, как река замусорена. Полная карта загрязненности рек будет готова всего за пару недель. После этого разработают так называемый мастер-план «Три реки». Он поможет создать единую концепцию благоустройства прибрежных зон. В итоге защитить малые реки от заболачивания, ссыхания и исчезновения с карт страны. Мы хотим, чтобы эти территории максимально остались природными, зелеными. И мы видим, что, наверное, территории прибрежных и малых рек поделятся на три таких основных категории. Одна – это пока предварительно, как мы это видим. Одна – это такие экологические резерваты. Это рекреационные территории, это куда люди массово приходят отдыхать. И третья категория – это территория уже такая самая активно развивающаяся вблизи застраиваемых территорий. В конце недели экологи проведут субботник, а затем такие экспедиции пройдут на Трусихе и Чебоксарке. Татьяна Молокова, Павел Оридков, Республика.